Атмосферненько. Вполне себе, спасибо, друзья, спасибо, спасибо. Здарова! С вами Глеб Ерошков и ты на канале Питерский ЕС. Сегодня мы в ТЦ Меркурий, Савушкино, 141, ресторан Максимилиан. Пивной ресторан за своей пивоварней. Пойдем покажу, что там есть. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас необычный обзор. Вместо питерского ЕС сегодня питерский пьет. И на этом обзоре я не один. Со мной мой подписчик с YouTube, друзья. Покажи, пожалуйста, Юру Александра. Не знаю, слышно его или нет. Сейчас мы его в микрофон наденем. Короче, мы сегодня в пивном баре. Пришли мы сюда, потому что здесь есть своя пивоварня. Они сами здесь на местах варят пиво. Будем пробовать. Есть какие-то закуски. Наверное, сегодня акцент будет все-таки не на еду, а больше на напитки. Хотя про еду мы тоже расскажем. Поехали! Так, ну что, Сань, наверное, начнем с меню. Я покажу его. Оно у нас деревянное и такое уже достаточно потрепанное временем менюшечка. Но при этом его сделали, так сказать, на века. Потому что вот здесь кожаная вставка, болты, то есть, да, менюшка хорошая. То есть, хоть и старая. Достаточно обширная. Ну, реально, здесь очень много всяких позиций. Салаты, пиццы, мясо. Мы сейчас выберем, опрямимся с позициями и закажем. Я лично начну с пива, Сань, я не знаю. Давай, ты заказывай нас. Да, окей, хорошо. Мне можно, пожалуйста, вот... Это же все ваше пиво здесь варится? Все ваше. Все ваше. Все ваше. Давайте мне ячменный лагерь, наверное, с 0.5 начнем. А там уже посмотрим по ситуации. По идее, я закажу чуть попозже. Я бы хотел 0.5 Dark темного, хорошо? Греночки с чесночком. Можно? И рулечку хотел бы. Друзья, сейчас мы посмотрим по меню, что закажем. Перед тем, как будем заказывать, я хочу сказать о том, что у меня есть телеграм-канал. Там я чуть больше рассказываю, так скажем, лайв-канал, где периодически выкидываю какие-то видосики, тексты, какие-то обзоры, которые не выкидываю на YouTube или где-то еще в каких-то соцсетях. Поэтому подписывайтесь в профиль канала, есть ссылка. Кстати, есть спецпредложение «Сезон корюшки». Обжаренная на золотистый корюш 650 рублей за 230 грамм. Ну, не знаю. А, еще плюс 0,3 пива. Ну, не плохо. Ну, в общем-то, наверное, нормально, да? Ты бы взял такой набор? А я не люблю корюшку. Я больше по рулечкам. Я больше по рулечкам. Ну, хорошо, окей, так, рулечки. Уже, да? Угу, спасибо. Спасибо. Мы еще, пока я выбирал еду, пиво уже вынесли. Сашульчка, мы поднимем бокалечку, да? Как приятный, как он зовут, потненький бокал. Потненький бокал, очень холодное пиво, на самом деле, да? По запаху похоже на Василеостровское почему-то у меня вещь. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Ну, Сашульчка, ура. Кстати, мы сегодня были в бане. Вот после баньки приехали делать обзорчик, питерский пьет. Поехали. Расслабляемся. Расслабляемся. Слушай, я вот скажу, пиво написано, на самом деле, пять с половиной градусов, но крепость вообще не чувствуется. Да? Да, мне нравится. А вот у меня это какой-то не ячменный, а не фильтрованный Василеостровское, как я и думал, реально прям, как будто бы не свое местное. Василеостровское гонит сюда. Ну, конечно, шутка. Но вообще вкусное, хорошее. Самое главное холодное, потому что часто бывает в каких-то пивоварнях, точнее не в пивоварнях, а ресторанах, ставят типа полу какое-то теплое пиво. Его просто... Чуть-чуть не хватает этих градусов, приятности. Да, да, да. В общем, вот класс. Холодное, вкусное пиво, нефильтрованное, с таким оттенком пшеницы, прям, как будто бы не пиво пьешь, а пшеницей. Свежевыжатая. Свежевыжатая. Свежевыжатая пшеница. Так, ну что, вот здесь есть рекомендуемый, наши коптильные, подкопченые куриные ножки, 780 рублей за полкило ножек. Интересно. Будем пробовать. Обязательно, конечно же, как же я без хлеба, баварский брецель, да, 110 рублей с маслицем. Попробуем. Интересно мне, да, хлебушку поесть? Вынесли нам грязочки. Что касательно подачи. Подача стандартная, везде так подают, мне кажется, да, вот в этой сеточке. Первое, что по моим ощущениям, я не знаю, как, Саша, у тебя, пережаренные они, передержанные в масле. Ну, реально, они такие вот, если взять, ну вот, передержали, передержали немного. Яркий такой запах масла. Ну, понятно дело, притюр, сырочек. Внутри мягенькие. Сыр не чувствуется. Чувствуется много масла. Ну, может быть, им нужно постоять немножко. Сашуль, давай. Дай-ка я тоже отведаю. Отведай, принимай. А ты тарелочку поставил, а я в меню начал есть. Ну, ладно. Какие у тебя ощущения? Маслечка многовато. Многовато, я говорю, масла много, да. Ну, по сути, нормально, правильно? Да. Четверочку ставим. Четверочку ставим, хорошо. Ставим четверочку гренком. Я возьму следующую позицию. Это колбаски какие-нибудь. Например, вот мне нравится куриная колбаска под пивным соусом. 480 рублей за 250 грамм. Ну, а дальше, может быть, еще какой-нибудь десерт закажу. Посмотрим, да? Попозже. Что касательно греночек, кстати, мы не упомянули. По цене 280 рублей. Два соуса. Два соуса, да. Второй соус, точнее, соус. Томат, томатный. Томатный. Просто томатный. 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 280 рублей для такой порции вполне себе нормально, по городу, адекватно. Атмосферненько. Атмосферненько, да. Вынесли нам баварский брецель. 110 рублей. Его разорвало просто в какой-то момент. Видите, да? Вообще, я был, например, где? В Швеции. Там такие штуки тоже продают. Мне прям вот такой хлебушек очень нравится. По виду шикарный, по запаху. Как будто бы рыбкой чуть-чуть отдает. Не знаю, может быть, лежал где-то рядом с рыбкой. Или в парике, или в печи готовили, где рыба готовилась. Так, ну что? Вообще, мягонькой. Сверху непонятно, что это такое. Может быть, попробовать, да? А что это? Соль это, друзья. Это соль в большом количестве. Очень вкусно. Плотное тесто. Это точно не похоже на хлеб. Это больше похоже, наверное, на... Да я не знаю, это просто тесто, короче. Сделанное в печи. Больше был похож, что не ты его хочешь съесть, а он тебя, потому что у него это разорвало. Ну вот такое тесто внутри. То есть оно не пышное, оно достаточно плотное. Много соли сверху. Выглядит очень красиво. По вкусу мне тоже нравится. Как будто бы внутри хотелось, чтобы еще допеклось. Да. Ну, он такой, типа, внутри сыровато, да? Как клейковинка. Клейковинка. Ну, давай назовем клейковинкой. Ну, вообще вкусно, согласись? Вкусно, корочка хорошая. Корочка хорошая. Просто, видимо, при большой температуре пекли и внутри еще чуть-чуть не дожарено. Но вообще вкусно. Вынесли куриные подкопченые ножки. Официант сказал, что они коптят здесь на местах. Полкило за 780 рублей. Давайте вот по подаче. Подача простая. То есть, да, я бы, может быть, даже бы вот эти соусники поменял бы, потому что металлические. Но они очень круто смотрят. Спасибо. Пшеничное пиво прилетело с Ашульки. Он решил с черного перейти на пшеничное. Гулять-то гулять. Гулять-то гулять. По виду мне прям очень нравится. Чувствуется запах какого-то дерева. Очень горячо. Я не могу... А пилочки прям, да, Глеб? А пилочки, как будто бы, да. Но я не уверен, что это... А вот понюхай, Сашка. Слушай, приятно. Очень приятно. В детстве на природке леща коптишь вот в своей коптильне. Вот такой вот опилочек ольха или что-то прям... Он, согласись, такой легкий, издалека как будто бы ненасыщенный. Приятный. Приятно. Да, приятно. Ну, давайте попробуем, наверное, да, чуть-чуть. По мне суховато. Как будто бы. Хотя, вот если показать структуру, но внутри они... Глеб, мы, кажется, теряем оператор. Смотрелся, слюной захлёбывается. Юра, сейчас снимем и присоединишься. Друзья, однозначно рекомендуем. Это стоит своих денег. Это вкусно. А с пивом и соусом вдвойне. То есть, да, давайте, может быть, я... Надо было не брать, Сашка, гренки, надо было взять. Мартское моё пивко пришло. Ой. Полкило, да? Пятьсот грамм честных, да, я считаю? Пятьсот грамм честных, но вот красный соус ужасный. Я прям макнул мясо и всё испортил. Просто все вкусовые качества полетели. Перебил, перебил вообще. Он какой-то непонятный. Ну, как будто бы не томатное. Просто взяли испорченный томат, карималоли и вот закинули сюда. В общем, невкусно. А может, это специальная рецептура? Специальная рецептура от кого? Так, ну, пробуем мартовское пиво. Сказали, нету ипы. Ой. Вот с него и надо было начинать. Плотный. Слегка, как будто бы карамельный вкус. Холодненькое пиво. Это, видимо, после ножек оно заходит ещё лучше. Ну, реально прям офигенное, холодное, приятное пиво. Лучше, чем то, которое я брал ячменное. Немножки шикарные. Я пока греночками. Греночками. Ты рульку ждёшь, то есть, да? Не боишься? Я жду рульку, да. Ох, злодей, Сашка. Смотри, взял два разных пива, и каждая просто отличная. Да? Да. Всё-таки в первую очередь мы пришли в пивоварню. Правильно? Согласен. Согласен, Саша. И пиво здесь. Но мы же в бане мечтали о том, что мы поедим. Да. И мы едим помимо пивка всё-таки, да, и едим тоже. Короче, класс, вкусно. Всем таких вот воскресных дней. Друзья, помимо того, что Сашка является моим давным подписчиком, он мой очень хороший друг. Все, кто смотрел мои выпуски, все знают, что я веду мероприятия, свадьбы, корпоративы и так далее. С Сашкой мы работаем в тандеме, он диджей. И он помогает организовывать и делать атмосферу того мероприятия, на которых мы бываем. Да, Сашульки. Спасибо большое. Так, Сашка, разрешишь минуту буквально? По подаче. На самом деле мы думали, что она будет, ну, грамм 300, да, такая маленькая, с кулачом. Написано 680 грамм. Это общая 680 грамм? Нет, это рулька 680. Но внешне, мне кажется, даже больше, если честно. Как будто бы, да. Но, видишь, она, может быть, кажется, больше из-за того, что она на подушке из капусты. Я думал, будет с кулачок, а тут с кулачок Валуева получил. Кулачок Валуева. И смотри, какая у тебя подача, то есть, да, у нас вот такие два ножа, воткнуты в эту рульку. Ну, хорошо выглядит, лучше из всех тех подач, которые сейчас были. Красиво. Что же, наконец-то? Другой дневник. Два ножа без вилы. Интересно, как. Другой дневник. А здесь еще нет, что-нибудь? Нет. Ну, вот так ешь ножами. О-о-о! Это, Сань, какая красота. Красота вообще. Слушай, она так и должна хрустеть и сама просто открываться. Потрясающе, да? На вид очень хороший. Но реально не вынесли почему-то вилок. Два ножа. Ну, настоящие любители пива едят ее просто. Руками. Вот так вот берут ее. Давай, Санька, давай. Так, горчичку надо макнуть. Слушай, отдай мне, можно бридзели чуть-чуть или как-то? А пожалуйста, какой? Вот, бублика твоя, бридзель. Бублика. Можно бридзель? Бридзель. Отломлю немножко. Давай, Сань. Смотри, горчички вот так вот. Так, Санька, ну рассказывай. Подходи через полчаса расскажу. Ну хорошо, тебе вкусно. А знаешь, почему Сань захотел рульку взять? Потому что я где-то две недели назад на мамин день рождения захотел сам сделать рульку. Так. Я ее замариновал, смотрел кучу рецептов. У меня не получилось так, скажу честно. Здесь хорошо. Хорошо или отлично? Отлично. Отлично. Это хорошо, это отлично. Для меня показатель, вот если, ну я не повар, конечно, но мне кажется, если надрезал шкурочку, и она раскрылась, и мясо мягкое, это уже... Это показатель хорошего качества приготовления. Ну, хорошо замаринованный и правильно пропеченный, как я считаю. Можете, я ошибаюсь. Пятерку ставим, все. Сашка... Рулька. Сашка ест. Сашка ест. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в данной программе обжиралок? Что нужно сделать? Надо любить еду, друзья. Слушайте, а вы не могли бы нам приборы дать? Папа, что два ножа, бля. Саша с Костей сидит, как варвар просто. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, вынесли куриную колбасень. Думаю, все равно у меня рулика. Куриную, ты ты ешь, Саша, я тебя не трогаю, ты наслаждайся. Я дальше рассказываю, у нас тут все-таки обзор. Работаем. Работаем, да. Правда, это... А, это горчичный соус, я подумал, что это сырный соус. Вообще, порция достаточно большая, 480 рублей. Нам тут... Стоите, поехали. Дорогие друзья, куриная колбаска с картофелем фри, 480 рублей. По порции достаточно, но колбаска достаточно большая. Нам соседний столик посоветовал, конечно, другую взять. Сказали, что куриная не самый лучший выбор, а была... Как называется? Тирольский. Тирольский с сыром. Тирольский с сыром. Вот это было повкуснее. А почему у меня два ножа, Саша? Где мы... Где мы... Ты Юль ее отдал? Вот молодец. Вот молодец. Пробуем, соответственно, куриный сосисон. По запаху много специй. По вкусу сейчас поймем. Очень сочная. Вяркий вкус насыщенный. Как будто бы... Это не колбаска, а какой-то... Какой-то сочный кусок мяса. Очень вкусно. Что касательно, соответственно, картофанчиков. Но, опять же, мне кажется, они жарят на одной и той же сковородке, не моют просто. Потому что запах прям жареный такой... Жареного масла. Да, картошка не очень хорошая. Ну, давайте еще попробуем сосисончик, наверное, с соусом горчичным. Это очень вкусно, особенно с соусом. Класс. Так, ну что, я заказал крафтовый пилснер. По запаху как будто бы присутствует какая-то... Какой-то сладкий, сладкий вкус. Пробуем. Ну да. Что-то сладкое присутствует, что непонятно, но пиво хорошее. Друзья, вынесли счет. Общая сумма 4460 рублей. С учетом того, что мы заказали рульку, много вариантов пива, куриные ножки и так далее... Вполне себе, спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Можно мне хлопать еще? Глеб, сколько ты платишь массовке, скажи. Нисколько, они сами приходят ко мне. Так вот, ценник вполне себе адекватный. Рейтинг Глеба Ирошкова, друзья. Первое. Атмосфера. Ну, по атмосфере, я думаю, всем все понятно. Это бар, в котором люди пришли поорать, покричать, пошуметь, посмотреть трансляции футбольные, попить пивка и отдохнуть. В общем, хорошо, пять. Номер два, друзья. Это естественная еда. По еде исключительно, ну, кроме, конечно, может быть гренок, я поставлю всему остальному пять. Это вкусно, это сочно, это качественные продукты, которые одно действительно хочется есть. Друзья, третий пункт. Транспортная доступность. Сегодня мы приехали на метро. Нам достаточно удобно было после бани сесть в метро и доехать до сюда. Но Юра, наш видеооператор, приехал на машине, и он без проблем поставил эту машину рядом с ТЦ «Меркурий». Четвертый пункт. Цена. По цене, с учетом того, что здесь много мяса и много хлеба, вполне себе адекватная цена. А самое главное, самая хорошая цена, это цена пивка. Кстати, Сашка начинал с темного и вернулся к темному. Настолько оно ему понравилось. И последнее. Отдай. Отдай, забирай. А мы остались с двумя вокалами и продолжаем. Обслуживание. Короче, по обслуживанию парень молодец. Он может быть не сильно заинтересован в том, что он делает, потому что у него слишком много столов. Но во всем остальном он молодец. Все быстро. Да, все быстро. Он понимает, о чем он говорит. То есть, ну, пять. Чаевые. Чаевые. Он обязательно получит свое. Десять процентов. Десять процентов. Минимум. Минимум десять процентов он точно получит. Каждому. Да. Важная история, про которую мы хотели бы рассказать. Это акции. Юра, сними поближе. Значит, смотрите. Понедельник. Один плюс один. Три. То есть, три пива по цене двух. Вторник. При заказе пиццы кружка пива 0,5 в подарок. Среда. Литровая кружка пива. Триста девяносто рублей. Четверг. Большая пивная тарелка плюс три пива по 0,5. Тысяча двести пятьдесят рублей. Шикарно. Воскресенье. Пивной безлимит. Выпей сколько сможешь за восемьсот девяносто девять рублей. Боже мой. Саш, сегодня вообще-то воскресенье. А почему мы этим не воспользовались? Не знаю. И с воскресенья по четверг на компанию при заказе большого ассортист колбас. Кувшин пива 1,5 литра. Подарок. День рождения. Слушай, а нам вот это тоже будет действовать или нет? Нет, я сомневаюсь. Это при определенном времени. Или надо? Да. Друзья, у вас скоро день рождения? Получи пять литров пива Max Beer в подарок или скидку 20% на меню. Вообще, ну на самом деле, по поводу скидок и каждого дня, точнее скидок на каждый день, люди постарались. Спасибо большое. Класс. Вернемся обязательно сюда еще. Только чуть больше компании.